доброго времени суток мои приятные молодые люди с вами как всегда ильдар и знаете вы чувствуете уже приближение весны все начинает так подтаивать пока забирался на эту 2 километровую гору шучу на метров 60-50 но неважно так как я жирная все равно дико запыхался решил снять видосик на природе особенно в такой классной рубрике как мрази в как вы поняли из названия сегодня мы будем говорить про мною обожаемый великолепный сексуальный instagram социальная сеть самая лучшая в мире естественно больше меня ее только любят возможно девочки от 10 до 15 это не факт по моим роликам вы знаете с каким трепетом я отношусь к этой социальной сети но это все потому что я блогер и мне нужны ваши лайки подписки комментарии все остальное так что обязательно не забудьте после ролика прокомментируем прокомменти прокомментировать его поставить три лайка не из трех аккаунтов просто три лайка давайте соберем ну как всегда вот поставить лайки и все мне станет значительно лучше если не подписан обязательно подпишись а еще люди ходят и достаточно забавно выглядит всегда я уже записывал несколько роликов про instagram один там где как определить тупую девушку в инстаграме там 6 способов было в принципе с того момента практически ничего не поменялось цитаты как пишут так и писали гнгм в общем все по классике утки так фейсы все что нужно инстаграму все мы это получаем в огромном количестве сегодня будет такой знаете ролик более общий я буду говорить на разные темы начиная от рекламы даже хотел как-то назвать типа мрази в рекламе 2 но решил что все таки в общем будет идти речь о инстаграме и не только в принципе о рекламе но в большей части так что давайте сразу начнем и начать я хочу с разных пабликов в инстаграме которые посвящены нам видеоблогерам одно дело когда у тебя есть паблик тематический вконтакте где ты делишься своими видеороликами естественно кто-то очень крутой не хочет подписываться на твою страницу могу я не слежу ни за каким видеоблогерами очень крутой она паблик в принципе не впадлу подписаться поэтому они это делают и для существует паблики вконтакте там какие-то иногда смешные картинки появляются видеоролики но в моем так это все происходит и я его особо не веду кроме как публикации своих видеороликов так вот появились паблики в инстаграме фанатские собака не гавкой хватит есть какие-то люди которые создают эти аккаунты и фотошопом занимаются там допустим голову егора крида там фотошопят с головой не знаю селены гомес голову я на гардиенко фотошопят к свету и еще много разных интересных мемасика в общем таких тематических от пользователей и реально люди этим занимаются современная молодежь делает себе кумиров на ровном месте многие могут сказать да как ты можешь говорить современная молодежь да какая молодежь да ты там старше нас на лет 5 знаете я хочу сказать так все кто говорят что мы и наше поколение всего лишь старше на лет пять это очень существенная разница максимально существенная разница потому что это огромная пропасть когда росло мое поколение тогда появилась эта социальная сеть вконтакте никаких там пабликов с мемасиками не было просто не не знаю там у ло ло по 5 часа было максимум и все это все что тогда было а дети которые растут в теперешнем поколении вот сейчас они прям взросшены на всех этих интернет ресурсах они постоянно следят за трендами за этим дерьмом вы знаете вот эти вот пять лет это как когда в 1800 году там не было машина там в 1900 она появилась это как сто лет на самом деле это так и происходит просто то есть эти пять лет это огромная разница я могу говорить что у вас другое поколе поколение вас другое реально поколение вы делаете себе кумиров из них непонятно кого я в 14 лет фанател от 50 сента потому что он после восьми выстрелов или семи выстрелов тела сумел найти силы записать альбом который продался там тиражом в 150 миллионов и для меня это был вообще не вероятный кумир и знаете я вас сейчас анализирую это действительно кумир вот он может быть кумиром а не какой-нибудь школьник 18-летний который собрал 2 миллиона подписчиков на канале кривляниями коллаборациями и посвящать кому-то паблики хочу сказать что есть даже мои фан паблики в инстаграме зачем сука зачем вы этим занимаетесь вам делать нечего смотрите просто видео на ютубе подписывайтесь на мой профиль в инстаграме там просто фотографии лайкайте можете все зачем создавать кумиров каких-то вам просто нравится то чем я занимаюсь этого достаточно я не делаю ничего сверхспособного сверхчеловеческого я забрался на гору ну принципе да в моем состоянии это сверхчеловеческие усилия это максимум что я могу сделать поставить камеру взять микрофон и записать какое-то интересное видео вы можете согласиться с моим меня не у нас не согласится все я просто говорю какие-то мысли я не могу блять быть кумиром я просто человек обычный алё люди опомнитесь естественно смотрят как и дети есть какая-то часть взрослой аудитории которая понимает о чем я говорю в принципе но реально есть фан паблики которые насчитывают по 50 тысяч человек известных видеоблогеров и мне очень страшно за этим наблюдать что там происходит девочки маленькие фанатеют у них вылазят глаза на лоб они протекают уже в 12 лет от этих картинок сексуальных по их мнению в общем наблюдать за этим очень страшно и это мне действительно бесит раздражает дети держите себя в руках родители контролируйте своих отпрысков потому что это полная дичь дайте лучше почитать книжки я не знаю заставьте их прочитать кавку в 12 лет чем быть подписан на кого-то видеоблогера отбитого и посвящать ему все свое свободное время просто детей в странах снг погибло от игры тихий дом синий кит разбуди меня в 420 и прочая херня который занимаются эти неокрепшие умы потому что по их мнению у них жизни все очень плохо распространена эта штука в инстаграме потому что вконтакте наконец-то за эти хэштеги начали банить ура спасибо вконтакте хоть какая-то польза галочку мне не даете до сих пор почему скоро миллион подписчиков вряд ли дадите все равно уверен найдется миллион оправданий могу вам сказать кстати переписки показать со службы поддержки это просто полный маразм вот в инстаграме сейчас обилие тегов этих ты принимаешь участие в игре тебя будет в 420 и пытаются как-то склонить к суициду потом мотивируя тем что они знают твой адрес говорят твой адрес и типа мол убьют всех родных если ты не примешь в этой игре участие и повторюсь еще раз сейчас максимальный акцент идет на инстаграм здесь что хочется сказать детишки подростки люди которые даже по приколу хотят принять участие в этой игре не нужно заниматься этой хернёй не драматизируйте свою жизнь потому что это полное дерьмо вам не нужно это абсолютно абсолютно не надо зачем это все ничему это не придет дед в шапке дальше смотрит на меня господи какое классное место выбрал уже в восемь я думаю многие знают уже каким образом происходит выяснение адреса в конце кидают детишкам ссылки по которым они переходят айпи адрес определяется и уже какими-то своими хакерскими штучками они определяют адрес и потом могут спокойно шантажировать детей говоря вот ты живешь в таком-то городе на такой-то улице мы придем знаете карта в доте жизнь на арене вот я щас на арене на меня люди просто смотрят ну ладно видео-блогер снимаю разные ролики чем вы заняты здесь чем занимаетесь стоим и думаем кому пиздюлей дать знаете вот эти вот люди которые пользуются неокрепшими детскими умами это действительно мрази самое настоящее мрази не только в инстаграме везде это каким нужно быть подлым уродом каким больным на голову человеком чтобы сделать такое понятно дети у них там вообще проблем в голове какие-то родители не воспитывают не занимаются в общем что-то происходит непонятное и они пользуются этим и я считаю что таких людей нужно наказывать по максимуму если их как-то выловят найдут должен быть суд максимально строгий давать максимально возможный срок в стране которая не находится но я все-таки против на самом деле смертной казни но на лет 25 в тюрьму посидеть это за милую душу я думаю возможно я старый пердуну и опоздал уже за трендами но частенько в рекомендациях моего инстаграма выпадают различные фотографии там где белая красится все в розовое дети стоят дэби стоят с ягуарами в каких-то шмотках ободранных закрывают лица и этого абсолютно не понимаю тот гоши рубчинский со своей великолепной модой превращать все в бомжизм я просто не понимаю этого серьезно кто мне объяснит что это такое это свитер просто сделан из ковра мой друг ходил в магазин какой-то шоу шоу-рум и реально такое модно этот свитер стоит просто нереальных денег я уже не помню сколько но здесь будет написано школьники от этого фанатеют а знаете что самое интересное кони уэст тимати они начали точно так же одеваться типа йоу мы чё-то не понимаем жизни вот этот парень сечет наверное мы будем одеваться одеваться как бомжи и это будет заходить вы хоть раз кому-нибудь здесь давали пизды вот скажите честно если по-честному по-честному только если то ни разу серьезно у меня на даче одежда намного лучше и школьники сейчас почему-то не имея своего мнения никакого начинают одеваться точно так же знаете на самом деле это все-таки с одной стороны экономно в принципе ты можешь подойти к любому бомжу обменять свою нормальную рубашку на их свитер и я думаю что бомж будет доволен что ты зато ты будешь максимально в тренде красить свои фотографии в розовый дебить закрывать лицо руками и закатывать глаза руслан привет с любой исследование трендом без какого-либо сомнения знаете вспоминаю себя в 16 лет или в 15 когда я думал что всю свою жизнь я буду гангстер-рэпером носить огромные широкие штаны снэпбеки ну ладно кепки до сих пор ношу но не суть в общем я всегда думал что я буду гангстером у меня были длинные волосы афро косички я такой думаю господи да что поменяется в моей жизни сука поменялось оказывается я полюбил рубашки костюмы вообще естественно в повседневной жизни так не одеваюсь но господи просто как бомж смотря на кони уэста да они пользуются вами они типа задают тренды говорят что это модно вы думаете мы не такие как все повышаются продажи это все очень просто работает это маркетинг я надеюсь сейчас будут какие-нибудь фанаты гоши рубчинского и остальных дизайнеров топовых не знаю в комментариях как-то бомбить но вы мне никогда не докажите что кофта в виде ковра это модно это полное говно еще одна очень распространенная штука в инстаграме это реклама рекламой сейчас просто завалено все знаете очень интересно наблюдать за тем как создатели этой рекламы просто людей байтит байтит на кликбейт какой-то кликбейт это в общем делать делать все чтобы человек нажал на эту рекламу недавно знаете что видел фотография алик алекс перу он в инстаграме подписан я не помню просто как зовут это певец какой-то александр там какой-то и ольга бузова значит на превьюхе видео было Ольга Бузова, этот чувак И подпись сверху Они вместе, нажимаешь на видео Там реклама какого-то средства От прыщей или маска Это с черными точками, черная точка Маска, господи, сколько ее было В этом инстаграме, каждый По-моему, каждый человек в мире Видел рекламу черных точек И этой маски, рекламу маски Против черных точек, серьезно Это дерьмо просто заполонило все Максимально все заполонило Причем, ладно, это были бы просто рекомендации в инстаграме Это постоянные комментарии, типа Мамочки, в декрете, пожалуйста, напишите мне Это Burger King промокод Это черная маска, я нашла действенное средство От прыщей, а еще очень классная штука Это один к одному, давайте пролайкаем фотографии Но это уже вообще отдельная тема, я даже Ее трогать не буду, потому что, мне кажется, это полнейший зашквар Я обращаюсь сейчас к администрации Инстаграма, естественно, они меня смотрят Нет, конечно, но не суть В общем, на ютубе можно заклеймить видео Все-таки, когда в топ выходят ролики Типа накрутка просмотров и всего остального Там можно кинуть репорт о том, что это видео Вводят в заблуждение в инстаграме Такого до сих пор нету Насколько мне не изменяет память Но я вот помню, месяц назад еще смотрел Такого не было Вот, и нужно с этим что-то делать Потому что ты нажимаешь на видео, там стоит превью А внутри видео просто абсолютно какая-то дичь И можно смотреть даже по комментариям к этим роликам О том, что люди действительно дико бомбят Типа, че, йоу Я хотел посмотреть, почему Ольга Бузова встречается с этим мужиком А там какая-то реклама Ой! Постоянный кликбейт Постоянный обман вокруг нас Как я говорил в мрази в рекламе Это происходит повсеместно Нас постоянно пытаются наебать Я реально до сих пор не понимаю Кто ведется и реагирует на такую рекламу Мне кажется, даже этот сраный масс-фолловинг более полезный Чем просто вводить людей в заблуждение И таким образом продвигать какой-то бренд, продукт Или все что угодно, без разницы В общем, вроде бы это все, о чем я хотел с вами поговорить Какие-то вещи меня бесят меньше Какие-то больше Естественно, меньше всего бесят школьники Которые следуют трендам Просто удручает наличие таких людей Которые не включают свою голову И просто слепо одеваются, не знаю, в свитер бомжатский Какой-то штаны заправляют Подкасывают до колена И ходят такие модные все на райончике Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм Три лайка собираем на этом ролике Естественно, создаем мои фан-паблики Что там еще мы делаем Вот, всех люблю, целую, обнимаю А также вас ждет еще много скоро разнообразного контента Хочу работать, выйдет на следующей неделе Также будет кулинарное шоу Скоро записано с этого я начинал канал Так что не нужно мне предъявлять ничего Вот, и будет много интересных хайповых тем Я думаю, вам это очень сильно понравится Серьезно, друзья Будем делать миллионники Миллионники вместе с вами будем делать Так что следите за анонсами на канале За всеми обновлениями На контакт подписывайтесь До свидания, друзья Погодка сегодня чудесная Сказка песня Говорю, выпили сегодня уже или нет Не успел А? Не успел А что? Просто интересно А что, есть? Пахнет Куда? Пахнет спиртом Спирт? Ну, конечно Что вы говорите, не пили Пили И пить будем И гулять будем А время придет Помирать будем Ооо А на садочке Все зеленые А на скамеечке Все так влюбленные Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому